С чего вы решили, что я должен работать на управление национальной безопасности? Ты будешь работать на современном уровне. Ты будешь допущен к такой технологии, которую нигде больше не увидишь. Мы держим ее в секрете. Современные теории чисел, хаотичная математика. Расшифровка кодов? Это один из аспектов нашей деятельности. Да ладно вам, вы именно этим и занимаетесь. У вас, ребята, 80% разведывательной службы. Вы в 7 раз крупнее, чем ЦРУ. Мы не любим болтать об этом, Вилл. Но ты совершенно прав. Поэтому, как я понимаю, вопрос не в том, почему бы тебе не работать на управление. Вопрос, почему ты не можешь. Почему бы мне не работать на управление? Серьезный вопрос. Но попробую ответить. Представим, что я у вас работаю. Кто-то пишет на моей доске шифр, который никто не может раскрыть. Может, я попробую и, возможно, расшифрую. Буду гордиться собой. Но, может быть, это был шифр какой-нибудь освободительной армии в Северной Африке или на Ближнем Востоке. И как только узнают их расположение, деревня, где они скрываются, будет уничтожена. Полторы тысячи человек, которых я никогда не видел, будут убиты. Политики скажут, пошлем туда военно-морские силы, чтобы обезопасить этот район. Им ведь насрать. Не их сын лежит там, убитый. Как будто их там не было, когда называли номера. Их дети на дорогих курортах. Там будет воевать паренек из Саути, получит заряд шрапнели в свою задницу. Вернется он назад, вернется на завод, и парень со шрапнелью в жопе получит свою прежнюю работу за 15 центов в день. С перерывами, без душевых. Позже он сообразит, что его посылали туда лишь потому, что правительство той страны будет продавать нам нефть по хорошей цене. А нефтяные компании используют это военное недоразумение для того, чтобы увеличить цену на нефть. Дома. Но это не поможет моему парню покупать галлон бензина за 2,50. А нефтяные компании не будут спешить поставить ту нефть в Штаты. Может, они даже найдут пьяницу Шкипера, который обожает Мартини, и... С лалом среди айсбергов. Очень скоро он столкнется с одним из них. Прольет нефть, убьет жизнь в Северной Атлантике. И вот мой дружище остался без работы. Не может ездить в автомобиле, ходит пешком в поисках работы с мешочками, потому что его продырявленная задница страдает еще и от геморроя. К тому же он голодает, потому что каждый раз, когда он находит чего-нибудь поесть, это лишь отравленная рыба. Так чего тут думать? Я подожду чего-нибудь получше. Пока я буду этим заниматься? Не только мой дружок погибнет. Я повышу цену на бензин, разбомблю деревушку, убью сотни рыбок, выкурю сигаретку с марихуаной и вступлю в Национальную гвардию. Я могу даже стать президентом. Продолжение следует...